Диагнозы я узнала из-за того, что мне плохо стало. Меня отвезли в больницу, и после этого мне сказали, что я больна. Потом, конечно, мне еще стало хуже, процесс пошел быстрый. Я попала опять в больницу по скорой, и процесс шел в все худшую сторону. Там полное обследование сделали, перевели сразу уже на операцию. Мы прооперировали, химии, лучевые терапии сделали. Но состояние мое только ухудшалось. После каждой химии все хуже и хуже. И вот дело дошло действительно до критической практически точки, когда уже на волоске моя жизнь висела. Люди мне говорили, что есть такой центр в Латвии. Но почему-то меня что-то останавливало. То ли вера в то, что все-таки родная медицина должна помочь. Но я не думала, что может быть ухудшение. Однако ухудшение шло, и пока не дошло до рецидива страшного. И только вот в таком состоянии ужасном на волоске от смерти меня уже сюда доставили. Здесь вот после встречи с врачом были рекомендации чудесные, которые за две недели меня подняли на ноги. И, конечно, уже через месяц я уже чувствовала полную нормальную жизнь человеческую. Я вернулась к жизни. Я начала работать. Инвалидности сняли и вторую группу, и третью. Я сейчас работаю, я люблю свою работу, я люблю людей, общаться с ними. Я их вожу в Финляндию, в Ригу привожу на микроавтобусе людей, туристические поездки совершаю. Мне это очень нравится. И мне нравится, что я могу видеть вот это солнце, вот этот берег Юрмалы. Шикарное место просто, шикарнейшее место, которое мне так нравится. Вот это побережье. Практически здесь моя началась вторая жизнь. Операцию практически сразу вот мне сделали. И прошло буквально полгода. Но эти полгода, они были для меня катастрофические. Это вот шли каждые три недели. У меня была химия. И полтора месяца у меня ушло на 23 сеанса лучевой терапии. Конечно, вот это полгода и были те, которые для меня были в минус моей жизни шли. Моя жизнь уходила. Мне перед последней моей химиотерапией, после которой я вообще слегла, мне говорили, что в Риге есть. Где ничего не говорили, я уже по интернету, мы потом нашли, мои родственники. Это все нашли. Где это, что, связались с менеджером, списались письмами по электронной почте, созванивались. И, конечно, то, что мне будет еще хуже до такой степени, до которой дошло, никто не ожидал. Ни я, ни мои близкие. И поэтому, конечно, я немножко жалею, что мы затянули. Может быть, если бы мы раньше до моей последней химии обратились, может быть, я не почувствовала бы то, что я почувствовала очень плохо себя. Может быть, раньше бы все лучше было. Конечно, я сейчас всем своим знакомым, близким людям говорю, если не дай бог кого-то коснется такое горе, такое несчастье, нельзя тянуть. Каждый день дорог. Каждый день. Поэтому чем быстрее мы начинаем лечение эффективное, тем больше шансов и быстрее выздоровления. Я не вставала с постели вообще. И через две недели я уже застилала постель с утра и до вечера. То есть две недели. Две недели уже была такая разница между моим предыдущим состоянием и что со мной стало через две недели. Я уже ходила, я уже не ложилась даже днем через две недели. Через неделю, да, я вставать начала, ходила. А через две недели это было потрясающе. Мне иммунитет приподнялся, лучше стало. Все рекомендации я выполнила, что мне назначили врачи. То есть я настолько была довольно счастлива. А через месяц я уже повезла людей в Финляндию, группу туристическую. Это через месяц. Это столько часов я уезжала из дома, я работала с людьми. У меня ни один человек, который у меня был в группе во время поездки, через месяц никто не знал, что у меня такой диагноз. Что я месяц назад была просто прикована к постели. Поэтому я была настолько восхищена. И после этого, конечно, я ни от кого не скрываю. Все мои близкие знают, все мои родственники, все мои знакомые, друзья. Все знают мою историю. Все уже знали в каком. Я была в плачевном состоянии. Вот со мной, я считаю, это произошло чудо. Поэтому молчать об этом я никогда не буду. Я любому человеку могу сказать, что... И при возможности и говорю, что не дай Бог что-то. Есть, есть спасение. Настоящее спасение. Вот я. Это живой пример. Это не реклама никакая, ничего. Это я. Вот живой человек обыкновенный. Я спасла. Меня спасли здесь. Я вот и доктора благодарила, и всех благодарю. Я говорю, вы мне дали новую жизнь. И она мне действительно по-другому пошла. Потому что очень много чего, что переосознаешь в таком состоянии. И вы знаете, другими глазами смотришь на все. И даже вот на солнце, на пасмур, на тучи, на все. Я живу. Вот это не передать. Вот я говорю, у меня мурашки по телу бегут. Вот действительно это настолько впечатляет. Вот жизнь. И когда люди начинают зацикливаться на каких-то мелочах жизненных, неврядицах, еще чего-то. Так вы сейчас скажете. Люди, куда вы смотрите? На что вы смотрите? Смотрите на свое здоровье. И на счастье, что вы живете, что у вас близкие рядом с вами. Вот на что надо обращать внимание. А все остальное, это такая мелочь по жизни. Это все мелочь. Надо жить, жить. А вот после того, когда чувствуешь, что пахнет смертью, и когда ты живешь, уже вот именно ценишь жизнь. Ценишь воздух. Ценишь все. Человеческие отношения ценишь. Жизнь другая становится. Вот и хочется пожелать, конечно, всем людям, чтобы не зацикливались на мелочах, которые не так важны для жизни и здоровья. Надо думать о здоровье, о жизни и о близких, кто рядом. Субтитры создавал DimaTorzok